Приветствую вас, мои дорогие подписчики! Сегодня у нас обзор ножей и, собственно, колоды под ножи. Предыстория этого заказа заключается в том, что перед тем, как покупать этот бренд, испанские ножи Arcos, я отдал на заточку свой, ну, единственный до этого времени нож Arcos и мне мастер, который занимался подточкой, сказал, что по классификации от 28 до 62 он имеет где-то цифру 56 по твердости металла. Ну, я, естественно, когда пользовался им, чувствовал, что он тупится очень медленно, ну, наверное, так же тяжело он точится, но это уже не мои проблемы. Вот, но заключается все в том, что он прошел свою, ну, как бы, свой путь, отстоял его и в моих глазах защитился. и я считаю, что, ну, этот бренд достоин внимания, поскольку он, на самом деле, не самый дорогой, но, тем не менее, показал себя наилучшим образом. У меня есть еще Fiskars нож, но он, наверное, все-таки с металлом помягче. и, ну, он вообще большой, он 250-й, он, наверное, даже в эту колоду не влезет, там такой нож-тарелка, на него можно выкладывать сыр. Вот. И, ну, вот эта вот сама идея этой колоды интересна тем, что можно поставить нож в нее в эти, в эту щетину как угодно, ну, и вместить либо сильно плотно, либо, наоборот, очень фривольно, и все ножи будут в правильном положении и всегда ждать повара для того, чтобы легко достать и начать что-то рубить клинками этими. Вот. Походу, у меня выделили коробочку от набора из шести ножей. Слабо верит керамику. Вот этот вот, значит, для чистки овощей 100 миллиметров. О, этот вообще в корме. Вообще четкий. Вот этот вот для хлеба. Ну, и самая ширина есть стандартный 200-ый. А, не, даже 190-ый. Аркос. Чудо наш Аркос и чудо стакан Леснер. А, красота какая. Влезет наш? Ну, чуть-чуть. Кстати, очень рискованный момент. Может, не влезет. Сейчас проверим. Может быть, такая проблема. Шикарно. Ну, все. Будет порядок в семье моей. Я всегда борюсь за то, чтобы все вещи были одинаковые. Чтобы чашки были одинаковые. Тарелки были одинаковые. Ножи были одинаковые. У вас такое префекционизное это, да? Это мужское. Я вот встречался со своим лепшим другом Михаилом. И у него тоже, его тоже бесит это, что все чашки какие-то. Стаканы кока-кола, там, чашка одна, там, подарили. Чертешно. Ну, так стильно. Ну, и вот тут все будет черное. Мне начинается по факту тоже. Да, не богу ясно сколько стоит. Блин, вообще крутая штука, конечно. Оно для хлеба. Для хлеба специально. Режет любой хлеб. Ну, блин, вообще круто так. Супер. Все, это там вот только целый день вот так вот стоять делать. Ну, рандомайзи. Аккуратно себе элегантно решаем, чтобы ее еще резанул так, что не заточено хорошо. А, вот так вот. Сильно не разбрасывается. Ну, прикольно вообще. И сколько эта штука стоит? Ну, какую вашу мнение. Аккуратно не знаю, где-нибудь 800 где-то. Между тысячей. Ну, кстати, вот Arcus фирма продает такое по 900 грн. А, это? Это фирма 400, даже 380. Да? Для меня вот какой-то вот что-то. А, это что за фирма? А, Васснер. Они и ножи делают, только ножи в них говно, а вот эти ножи это проверенные ножи. Я хотел точить ножи и я принес 3 наших ножа абсолютно разных. Он говорит, если по классификации 28-62 есть твердость металла, то вот этот он говорит, там, 30, вот этот 40, а вот Arcus он взял, 56. то 62 это топчик, 56. Ну, то есть это в разы там понятно что качество. Это вообще крутая штука. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, значит, первый нож у нас для чистки чистки овощей кардинально маленький такое ощущение, что я его для Киры купил этот у нас для хлеба классический хлебный нож самый длинный двухсотый этот тоже для овощей, для каких-то тонких работ ну и стандартный поварской нож, 19 сантиметров аркус все в подставке здесь добавится еще один 130 по моему нож у нас сейчас ну и по факту у нас просто семья сыроедов правильно блин, он такой маленький реально, и при этом он удобный, потому что ручка у него нормальная жена стремится к тому, что было все чисто всегда убрано но для нее порядок вещей вот, систематизация вещей но как-то не алло вот там что-то в парке это не он но для него так